Жители сразу нескольких районов решили отметить День России спортивными соревнованиями. Поговаровцы устроили Малые Олимпийские игры. Взрослые и дети принимали участие в забегах на дистанции от 200 до 800 метров. Спортивный дух поддержали и макаревцы. День страны они встретили массовым пробегом. Около 150 человек, в основном это семейные пары с детьми, собрались на главные улицы города, чтобы еще раз показать русский народ един в достижении намеченных целей. В Судеславле изюминкой праздника стала акция «Школа юного велосипедиста». Ее участники продемонстрировали умение управлять двухколесным транспортом, а также прошли тест на знание правил дорожного движения и оказание первой медицинской помощи. В Парфенево к 12 июня начали готовиться заранее. В Центральном парке в рамках акции «Триколор» волонтеры благоустроили клумбу. Растения цвета российского флага теперь украшают Центральную площадь райцентра. В Нее, Калагреве и Вохме прошли праздничные шествия. Школьники, студенты и представители предприятий пронесли по улицам главный символ праздника – «Российский флаг». «Мы великая Россия, невелимая страна! Мы едины в этом сила, много нас она одна!» И, конечно, во всех без исключения районах. В День России прошли праздничные концерты. В Меже и Пыщуге на сцену вышли лучшие творческие коллективы. В селе Георгиевское старшеклассники провели акцию «Мы едины». Помимо творческих номеров были организованы викторины и конкурсы детских рисунков. Пыщужане в этот день отметили еще и день рождения своего села. К этому событию подготовили праздничную программу «Славлю край, в котором я живу» и театрализованный концерт. «Выходя на сцену, как-то чувствуешь ответственность, что ли, какую-то, трепет какой-то за свою малую родину, за село. Сегодня у нас еще юбилей района, и поэтому гордость за свой район, за свою родину». Красноселы, волгореченцы и солигаличане подготовились к празднику основательно. День России здесь встречали с зажигательными флешмобами. «Давай, Россия! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай!» Красноселы своим флешмобом заявили, Россия – это страна с большим будущим. Именно от подрастающего поколения зависит, сбудутся ли намеченные планы. «Привет, Россия!» «12 июня – это замечательный праздник, День России. Россия – молодая страна, и мы очень рады, что побывали сегодня на таком замечательном празднике. Ребята готовились, очень хорошо организованный и интересный флешмоб». Патриотическую акцию провели кадычане. «Хочется пожелать жителям Костровской области счастья, радости, успехов и благополучия. Мы для России, Россия для нас. С праздником! Днем России!» И здесь также главные участники праздника – дети. Воспитанники творческого объединения «Затейник» своими руками сделали триколоры. «Пока мы едим! Мы победимы!» Самому юному участнику акции всего пять лет, но даже самый маленький житель Кадыя знает, какой праздник отмечает сегодня вся страна. «Наш сегодня День России! Ура!» Совершеннолетним галичанам в этот день вручили паспорта, а шарьинцам – премию «Триумф». «Мы считаем своим долгом принятие участия в таком празднике. Мы настоящие патриоты». «И в такие дни чувствуется сплоченность народа, то есть как бы что, зная, что мы не одни, мы вместе, нас очень много». «В рамках праздничной программы, которая проходила на центральной сцене городского парка культуры и отдыха, где выступали учреждения нашего города, мы провели церемонию вручения премии «Триумф», где были награждены у нас подростки в возрасте 14 до 30 лет в различных сферах деятельности. Это образование, спорт, культура, общественно значимая деятельность». 12 июня стало действительно объединяющим праздником, и каждый житель нашего края еще раз убедился в том, что Россия – великая страна.